МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я думаю, что ни для кого не секрет, что устроить сегодня ребенка в спортивную секцию, в спортивную школу бесплатно весьма непросто. Конечно, есть муниципальные образования, где подобные услуги предоставляются государству. Но это касается в основном крупных городов. А вообще, если говорить о спортивной форме, снаряжении, амуниции, а особенно для хоккея, ну, тут уж траты весьма и весьма солидные для родителей. Я застал еще то время, когда в Советском Союзе проводились масштабные, гигантские чемпионаты дворовых юношеских хоккейных команд «Золотая шайба». И, конечно, все расходы по их проведению брало на себя государство. Герой нашего сегодняшнего выпуска проводит соревнования дворовой хоккейной лиги в своем городе. Я предполагаю, что это, скорее, региональный аналог той самой знаменитой «Золотой шайбы». И, конечно, все эти соревнования лежат полностью на его финансовой ответственности. Но этого мало. Он строит во дворах жилых кварталов хоккейные площадки, хоккейные коробки. Он оплачивает занятия мальчишек хоккеем. Он снабжает их за свой счет спортивной формой и спортивным инвентарием. И, кроме этого, еще самых уж ярых фанатов хоккея отправляет за свой счет посмотреть крупные соревнования, которые проходят в стране. Пусть молодежь смотрит и учится у настоящих мастеров. Вы спросите, зачем ему это все нужно? И он сам отвечает на этот вопрос. Для того, чтобы занять мальчишек спортом. Чтобы приучить их коллективной работе. Чтобы воспитать в них командный дух. И не важно, станут ли они мастерами большого хоккея, завоюют ли высокие звания и награды. Главное, что они вырастут преданными гражданами своей великой страны, добрыми и отзывчивыми людьми. А еще в годы своей зрелости будут с теплотой вспоминать о команде своей молодости. Хоккейная коробка во дворе панельной девятиэтажки – главная спортивная арена для детворы. Этих мальчишек называют настоящей хоккейной семьей. Зимой они проводят на льду большую часть свободного времени. Солнце, свежий воздух, скрип льда под коньками, румяные щеки и радость побед. На ледовом поле – легенды маленького двора. Возможно, будущие звезды большого спорта. Такие турниры во многих городах России проходят каждый год. Чтобы сделать этот вид спорта еще массовее и доступнее, уфимский меценат Павел Васильев организовал собственный чемпионат. Предприниматель учредил дворовую хоккейную лигу. Она объединяет маленьких спортсменов из разных городов региона. Содержание хоккейных коробок, приобретение защитной экипировки, организация матчей и призовой фонд. Расходы Павел Васильев взял на себя. Основная задача – это то, чтобы дети из простых семей могли приобщиться к хоккею. В начале проекта 10 лет назад идею регулярно проводить большой спортивный турнир для самых маленьких чемпионов прямо во дворе поддержали местные жители. Коробка стала основной сценой в спортивной жизни двора. Сюда потянулись не только начинающие хоккеисты, но и все, кто любит кататься на коньках. Прошло буквально два года, наверное, и я получал уже за то, что хоккейная коробка до сих пор не залита. Ты что, депутат, давай, заливай быстрее, детям надо тренироваться. То есть изменилось мышление, изменилось мышление игроков, тренеров, изменилось мышление людей. Теперь каждый сезон во многих уфимских дворах начинают с подготовки к игре. Полторы тысячи квадратных метров льда, пять линий разметки, зона нападения, зона защиты, центр поля, где с броска шайбы начинается чемпионат, ставший для полутора тысяч жильцов, проживающих вокруг хоккейной коробки, любимым спортивным событием года. По инициативе мецената построили дополнительную хоккейную коробку. Три, по-моему, года назад хоккейную коробку поставил. Вот я за нее как бы отвечаю. Тогда это стоило миллион четыреста восемьдесят, по-моему. Принципиально вот эти все вопросы, они не в деньгах измеряются, они измеряются в собственном мироощущении. О маленьких легендах хоккея во дворе стали поговаривать в соседних домах. Местные школьники объединились в пятерки полевых игроков, выбрали вратарей и приступили к тренировкам. Турнир начинался лишь с нескольких команд, которые сформировали из юных нападающих, защитников, вратарей воспитанников муниципальных спортивных клубов. К десятому юбилейному чемпионату по хоккею во дворе участников стало в пять раз больше. Теперь ежегодно детская лига собирает на льду сотни человек. Поехали! Павел Васильев – инженер, выпускник Уфимского воза. В 80-х годах перешел на партийную работу, затем стал одним из руководителей Республиканского молодежного центра. В 90-е годы открыл свой бизнес. Уфимский предприниматель получил признание в городе за благотворительную деятельность. В списке мецената десятки акций, фестивалей, праздников, адресная помощь всем, кто в этом нуждается. При этом особое место в его работе всегда занимала поддержка детского спорта. Летом – футбольные турниры любительских команд, зимой – дворовая хоккейная лига. Детские чемпионаты на льду комментирует известный в Башкортостане телерадио-ведущий Азамат Муратов, спортивный комментатор большого хоккея. Хоккей – это самый дорогой вид спорта. Вы, наверное, удивитесь, но если вы начнете считать, сколько стоит инвентарь, лед, содержание команды, еще каких-то обеспечений каких-то других условий, он действительно самый дорогой вид спорта. Когда Васильев и его партнеры обеспечивают это, и мы видим обратные эмоции ребят, тренеров, представителей клубов, в которых ребята занимаются, мы понимаем, что это не зря. Азамат Муратов вспоминает, как в детстве он тоже играл в лиге своего двора. После отчетных концертов в музыкальной школе надевал коньки и выходил на лед. А хоккей, он заставляет пацанов чувствовать себя в коллективе. Мне кажется, что самое главное, ты можешь круче всех кататься на коньках, у тебя может быть лучший бросок, или ты можешь больше понимать в каких-то тактиках, стратегиях, которые возможны в дворовом хоккее. Но если ты не командный игрок, у тебя ничего не получится. Твоя команда не выиграет турнир отборочный, не пройдет дальше, не будет никаких перспектив. Каким бы ты в голове или реально на льду не мнил себя Радуловым, ты один из пяти хоккеистов, которые на площадке. И в хоккее один в поле не воин. Можно решить какой-то эпизод. Судьбу турнира один не решит никогда. Для меня это кайф, когда все получается. И то, что у меня жена, дочки, сыновья приезжают на этот турнир и говорят мне, пап, молодец, классно получилось. Вот для меня, наверное, оценка семьи самая дорогая. То, что они не считают там, что можно было бы на эти деньги что-то сделать для семьи, а вот они как-то наоборот мне говорят, что молодец. Вот это самое главное. Хоккей с шайбой в советские годы получил широкую популярность в середине прошлого века. Это кадры 1947 года. Первый чемпионат страны. На стадионе 10 тысяч зрителей. В финале играют динамовцы и армейцы. Московская «Динамо» чемпион страны по канадскому хоккею. В 1954 году советский хоккей вышел на мировой уровень. Сборная СССР дебютировала в Швеции. И сразу же взяла золото, оставив позади родоначальников игры. О красной машине писали все ведущие спортивные редакции мира. А это видео одного из чемпионатов континентальной хоккейной лиги. Наши дни. Сила, техника, мастерство и работа в команде. Секреты побед игроки дворовой лиги узнают не только во время тренировок. Организаторы матча дают детям возможность почувствовать себя внутри большой хоккейной семьи. На этот матч, к примеру, пригласили участников детской лиги в качестве болельщиков. Спортивный комплекс, где сейчас проходит матч, вмещает 8,5 тысяч зрителей. Надо, конечно, побывать здесь, чтобы почувствовать атмосферу. Во время игр континентальной хоккейной лиги каждая шайба и каждая атака ворота соперников сопровождаются бурей эмоций. Ко всему прочему, билеты на матч – дополнительная мотивация для игроков детских команд, говорят организаторы дворовой хоккейной лиги. Для меня спорт – это был очень большой стимул. Я школу закончил с одной четверкой только потому, что мама у меня всегда говорила. Уроки выучил, только начиная сомневаться, она сразу на тренировку не пущет. Для нас как-то было такое животрепещение. И поэтому проблем с учебой спорт организует. Ребенок расписывает время, когда у него есть возможность поболтаться где-то на улице, когда он должен выучить уроки. Чем больше наше молодое поколение будет заниматься спортом, тем, я думаю, что это и для духовности, наверное, тоже лучше. Меценат вспоминает о своих первых шагах в хоккее. Была у нас лужа с фонарем, на которой мы играли. Она замерзала, мы ее чистили, и всю зиму на ней играли метра 20 на 10, может быть. Нам хватало, мы с удовольствием, потому что на хоккейную коробку тоже более взрослые мальчишки приходили. Хоккей – один из любимых видов спорта в стране. За матчами следят на экранах, с трибун. В него играют в спортшколах и во дворах. Проект уфимского мецената получил большой отклик и широкую поддержку местных властей. Команды растут, переходят из одного турнира в другой. Хоккейное снаряжение для дворовых чемпионов меценат приобретает регулярно. Один раз в жизни мне пришлось в хоккейной форме сыграть. Это там 5-6 класс, а хоккейная форма взрослая. Краги почти до плеча, но воспоминания на всю жизнь, гордость. Вместе с защитной амуницией детям дарят клюшки, шайбы и постеры с автографами игроков. Вот тут мы попали в точку, вот это для детей самое-самое то, что нужно. То есть они этими наградными клюшками и шайбами, они ими не играют. Это у них выставка у себя в комнате, это у них стена почета. К дворовой лиге отношение очень хорошее, я бы сказал, такое отеческое. Все воспринимают это как нормальный, хороший, добрый турнир. Когда приходят игроки действующие, вот там уже начинается перешептывание. Смотри, смотри, кто пришел. Сердце поет, это уже другое состояние. Это просто ведет к тому, что ребята понимают, где хорошо, а где не очень. Чем нужно заниматься, а чем не стоит. И там на льду ты понимаешь, что нужно играть честно, что нужно отдавать все силы, если ты хочешь победить. Турнир дворовой лиги теперь расширяет свою географию. Аккуратор проекта, меценат Павел Васильев думает над тем, как вовлечь в игру как можно больше молодых хоккеистов из глубинки. Финальный матч победителей предстоящих турниров планируют провести на большой ледовой арене.